Всем привет! Я Антон Мозговой и тема нашей панельной дискуссии сегодня это ключевая роль блокчейна и распределенных систем в России. Сегодня с нами три спикера, которые непосредственно работают на рынке и смогут рассказать нам все и немного больше об этом. С нами сегодня Константин Гольштейн, ведущий эксперт по стратегическим технологиям Microsoft в России, Константин эксперт 17-летним стажем в IT-индустрии. Константин работает над облачными технологиями и системами с компаниями из списка Fortune 500 и последние четыре года Константин руководит развитием бизнеса и стратегии к системе Microsoft в блокчейне в Восточной Центральной Европе. С нами также Денис Ефремов, инвестиционный директор DaVinci Capital. Вы все можете знать этот фонд по портфолио компаниям, такие как DataArt, EPUM, GET. Денис – доктор философии, венчурный капиталист, номинант списка Forbes, 30 до 30 лет, и также он адвайзер в различных технологических стартапах. И, наконец, с нами Сергей Шаяхметов, директор по развитию Сбербанк Blockchain Lab. У Сергея более 16 лет опыта в IT-безопасности для международных нефтегазовых гигантов, таких как Look Oil и Shell. И в настоящее время Сергей отвечает за развитие бизнеса Сбербанк Blockchain Lab. И это, возможно, крупнейшее исследовательское блокчейн-подразделение в Европе. Хотелось бы начать с вас, Сергей, в связи с коронавирусом все больше и больше новостей из Китая о цифровом юане, да, и вообще, в принципе, больше разговоров о цифровых валютах, выпускаемыми центральными банками. Расскажите, пожалуйста, какие перспективы в России и что происходит у нас сейчас на рынке? Ну, да, надо говорить, мы говорим о цифровых валютах, о центробанках, не только юань, да, который, наверное, самый известный, самый распространенный. Сегодня вышла новость, что японский центробанк тестирует иену. Недавно был про европейский центробанк, который тестирует, соответственно, цифровой евро. И, наверное, это Next Big Thing, который ожидает нас в сфере блокчейна. То, что, очевидно, стало со временем, что центробанки и регуляторы не допустят каких-то свободного хождения денег, выпускаемых нерегуляторами. Поэтому все предыдущие примеры, там, и с Libra, все тяжело, и с тоном не взлетело, да, и поэтому мы смотрим на то, что цифровые деньги появятся, и это будет, наверное, просто следующий виток эволюции обычных безналичных денег. То есть, когда они получат то, что им дает блокчейн, это защищенность, это отслеживаемость, окрашиваемость. То есть, мы сможем, не знаю, там, контролировать, как расходуются, например, государственные средства, то, что важно, например, для Сбербанка, да, то есть, как расходуются кредиты, как государственные субсидии. Очень интересный кейс, например, с благотворительностью, то есть, смотреть, как деньги идут от благотворителя. То есть, это, мне кажется, будет, ну, действительно, прорыв, да, и, в принципе, уже технология готова. То есть, если раньше говорили, что там блокчейн-системы достаточно медленно работают, то мы поняли, что у них предварительность, в принципе, достаточно для того, чтобы обеспечивать такие системы. И, наверное, действительно, это то, куда сейчас движется вся мысль блокчейна. Не знаю, может, меня поправят коллеги. Спасибо большое, Сергей. Денис, когда речь заходит о секретизации для финансистов, это давно не новый термин и понятный, но когда речь заходит о токенизации, которую рассказывает Сергей, расскажите, пожалуйста, что сейчас на рынке, и куда двигается рынок в России, и где будущее. Да, Антон, спасибо большое. На самом деле, действительно, я вот согласен с Сергеем, что сейчас мы немножко охладились, мы понимаем, что государство эту историю не отпустит. На самом деле, я в этом какой-то большой проблемы не вижу. И как раз мне кажется, что очень логичная первая, наверное, тема – это создание какого-то стандарта, да, цифрового армена, там, цифровой рубль, цифровой доллар, там, все что угодно, вот, для того, чтобы это был какой-то entry point на рынок, вот. И вторая история, которая тоже очень логично ложится в тему блокчейна, это как раз история с токенизацией активов, потому что возможность там очень прозрачного дробления какого-то торгуемого или не очень торгуемого актива, при этом возможность осуществления обмена этим активом максимально дешево – это как раз то, что нужно финансовому рынку, да, в какой-то степени. Вот, это нужно рынку, вот, в целом, да, если, там, я думаю, что коллеги, которые в целом управляют активами на разных рынках, они понимают, как сложно, дорого и, как бы, неприятно, некомфортно, да, всегда делать какие-то, там, торговые операции с даже котируемыми активами, потому что есть депозитарии, да, есть, там, брокерские компании, они не все эффективно работают, это дорого, вот. Собственно, секьютизация в виде токенизации, да, она позволит сделать более прозрачным рынок, вот, и самое интересное, что у нас, как бы, в России начали с такого сегмента, который, в принципе, еще был не развит, да, это, по сути, там, частные инвестиции, краудфандинговые, да, инвестиции, потому что выходит закон о, там, инвестиционных площадках, на которых, да, и, там, параллельно закон о цифровых финансовых активах, как раз очень много игроков, там, 35 заявок в ЦБ подали для того, чтобы получить лицензию в краудфандинговой площадке, там, правда, только три пока, там, получили одобрение, все это делается очень системно. На самом деле, я ожидаю, что будет такой буст, да, именно вот этого сегмента, как раз за счет того, что здесь есть применение исполненного реестра, который позволит мелкую инвестицию частных инвесторов очень хорошо контролировать, ну, видеть, да, просто прозрачно. Я понимаю, почему, там, Центральный банк эту инициативу поддерживает. Мне кажется, это будет такой первый шаг, да, именно в финансовом рынке. Вот, и в целом, наверное, работа именно с транзакциями, там, в других сегментах даже, там, где есть проблемы, да, контроля за данными, например, страхований, да, там, маншуртех какие-то решения на базе блокчейна, они тоже будут очень интересными, но это уже, конечно, не про секьюритизацию, токенизацию в чистом углу. Ну, про токенизацию хотел бы, может, добавить, что действительно это, как бы, развитие темы цифровыми валютами, потому что, очевидно, эти токены должны торговаться, там, как своп за цифровые деньги, потому что иначе, как бы, это не будет работать. Можно торговать либо за криптовалюту, что сейчас наверняка уже будет запрещено, в основных юрисдикциях, либо, соответственно, какие-то цифровые деньги, официально разрешенные. Спасибо большое, коллеги. Хотелось бы немного расширить, наверное, нашу область, да, применение блокчейна и выйти, может быть, даже немного за рамки финтеха. Константин, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на рынке России, и, в частности, и на глобальном рынке в целом, где вы видите будущее, куда вы видите, двигается вся индустрия? Технология блокчейн, в данном случае в интерпрайзе, в корпоративном секторе, развивается примерно с 2015 года и является неотъемлемой частью цифровой трансформации, о которой говорили довольно много последних, года 3-4. Но, как мы знаем, при этом реализация была довольно-таки медленная, иногда казалось, что носила только новостной характер. И на это было ряд причин. В действительности, можно сказать, что за этот период многие компании прошли три основных этапа по пути к цифровой трансформации. Первое – это вот концепции и прототипов, когда многие из них столкнулись с тем, что, с одной стороны, как здорово выглядит демо или некий прототип отцифрованного процесса, а с другой стороны, столкнулись с тем, что инфраструктура довольно-таки сильно устарела для реализации такого рода инноваций и сценариев. Поэтому затем последовал второй этап – это модернизация инфраструктуры и цифровизация процессов. Речь идет о большой фундаментальной работе, которая, на самом деле, заняла очень много времени. Не все компании еще прошли этот этап, но мы видим, что процесс идет, и что приводит к третьему этапу, к долгожданному, когда можно назвать его как «ВАУ». То есть, пройдя модернизацию, открываются новые возможности по масштабной реализации инновационных решений, а также по взаимодействию этих организаций, не только внутри отдельно взятой индустрии, например, финансовой или ритейл, целого ряда таких компаний из разных индустрии, объединенных одной экосистемой с большим количеством контрагентов, таким образом создавая тот самый сетевой эффект, сценарий и те требования, столь необходимые для эффективного использования технологии блокчейн. Таким образом, на рынке мы видим тренд, интерес к такого рода консорциумам и новым бизнес-моделям, допустим, можно взять сценарий страхования автомобилей, где взаимодействуют и производители, и авто, и страховые, и банки, и телеком. Здесь речь идет о телеметрии службы городской инфраструктуры, и общественного транспорта, и, конечно же, пользователя, водителя. Таким образом, автоматизируя различные страховые случаи. Или, к примеру, очень консервативная индустрия здравоохранения, где мы видим тренд, где различные медучреждения, исследовательские центры, фармацевтические компании или компании, которые разрабатывают носимые устройства и так далее. Таким образом, такого рода платформы при взаимодействии с друг другом в одной экосистеме ускоряют процесс принятия решения для пациентов. Более того, делать это много точнее, в некоторых случаях даже проактивно. Другими словами, про блокчейн говорилось много. Мы видели много различных подходов к данной технологии, и видим, что рынок нанял очень много времени просто подготовить все необходимое для того, чтобы технология сработала. Хорошая новость в том, что это происходит. Компания все больше и больше готова к этим правильным сценариям. Инфраструктура становится готова. И, соответственно, эти новые модели, о которых говорили все это время, и которые могут дать блокчейн, быть этим связующим звеном, это действительно происходит. И мы видим, что вот эти кроссиндустриальные, мультииндустриальные сценарии начинают приходить в нашу жизнь. Спасибо. Спасибо большое, Константин. У нас осталось совсем немного времени, поэтому, наверное, последний вопрос всем участникам нашей дискуссии. Мы с вами немного обсудили о будущем и развитии этой индустрии в России. Скажите, пожалуйста, где вы видите возможные риски для развития этой технологии на рынке? Это сложность технического характера, или же это работа регулятора, или что-то вместе? Сергей, вы непосредственно работаете на рынке и непосредственно руководите командой, которая занимается блокчейном. Скажите, пожалуйста, где вы видите риски и как можно к ним подготовиться? Ну, не сказал бы я про риски, а сказал бы про некие вызовы, да, наверное. Самый серьезный вызов для внедрения блокчейн-экологии, как правильно Константин до этого заметил, который объединяет там либо в рамках одной отрасли, там, партнеров или даже конкурентов, или в рамках нескольких отраслей. Это заставит всех этих людей сесть и договориться о каких-то общих правилах, да. Пусть эти правила будут написаны языком кода, да, таким достаточно четким и понятным. Но это надо просто собрать этих людей и заставить их договориться, что особенно в нашей российской парадигме достаточно сложно. То есть если на Западе там операторы грузовых линий, мы говорим про Кейс с Майерском, могут сесть и договориться о рамках одной системы, работать блокчейновской, то в России пока, к сожалению, мы пытаемся сделать, но сталкиваемся с определенными трудностями. Ну, то есть основной моей идеей, что человеческий фактор и сложность договариваться на уровне даже одной отрасли – это, наверное, самый серьезный, тормозящий фактор для развития блокчейна в консорциумах. Спасибо, Сергей. Денис, может быть, пару слов хотели бы добавить насчет консорциумов закрытых экосистем, или все же будущее за открытыми экосистемами? Да, ну вот как раз, с языка у меня немножко сняли, я хотел сказать про то, что вот помимо, там, наверное, каких-то регуляторных вещей, если говорить особенно про финансовые рынки, то я бы сказал, что сложность взаимодействия именно закрытых блокчейнов и открытых, да, и, возможно, там, национальных в будущем, то есть, там, простые примеры, если, там, вы хотите точно, легально инвестировать в криптовалюту, то вы можете купить, например, биткоин, да, вы можете купить биткоин-трекер. Вот, у нас, там, у нас у брокерской компании, например, партнеры запустили в Германии недавно как раз трекер на биткоин, буквально, там, в прошлом месяце, он достиг сразу объема, там, 3 миллиона долларов, соответственно, что говорит? Это говорит о том, что, там, по факту институционалов на этом рынке сейчас нет, да, и мы говорим про то, что, вот, открытые блокчейны, они, да, там, открытые криптовалюты классические, да, к ним сложно получить доступ. Там, то же самое, XBT, да, торгуется тоже с большой премией и с достаточно большими объемами просто потому, что и фьючерсы, то есть все, вот, все про это. Вот, соответственно, здесь есть некоторый диссонанс, да, потому что открытые блокчейны, они являются, ну, там, по факту инвестиционными активами, да, закрытые, это некоторый транспортный протокол, который в том числе в том же финансовом рынке, там, локальном, глобальном, он может работать. Вот, и как это будет взаимодействовать между собой, будет ли здесь мост, да, мы рискуем просто потерять вот в этой трансформации некоторую, там, криптоиндустрию, как она существовала до этого, начать, грубо говоря, с чистого листа. Вот, вот я такой, как бы, риск вижу бизнесовый. Спасибо, спасибо большое, Денис. Константин, какие, может быть, вы немного подсуммируете мнение ваших коллег, все же технология действительно все еще новая, как вы правильно сказали, индустрия начала развиваться активно с 15-го года, что очень короткий срок, да, и очень много было сделано, но еще на раннем этапе. Может быть, дело в рабочих группах, или все же направление связано больше с работами с другими, да, компаниями и партнерствами. Как вы видите, да, все же будущее, и, может быть, что не хватает для того, чтобы еще быстрее двигаться, да, в этом направлении? Я думаю, с технологической точки зрения технология преодолела, скажем так, большую часть набора различных детских болезней и готова к применению широкомасштабно во многих индустриях. Я думаю, с точки зрения знания, в целом рынок готов к технологии, понимание, зачем применяют, где он принимается, для какого сценария и так далее. Что, да, является по-прежнему неким, скажем так, замедляющим фактором, это умение взаимодействовать с друг другом, то, что Сергей сказал чуть-чуть раньше, про работу консорциума, про выработку единых правил. То есть, с одной стороны, технологически рынок понимает, как объединить всех контрагентов воедино, но вот как правильно выстроить в этой децентрализованной экосистеме взаимодействие всех со всеми, настроить различные правила и реализации, теоретические различные аспекты. Это то, на чем работает рынок, выработка стандартов взаимодействия с друг другом. То есть, это то, что мы проходим сейчас. Но в целом рынок ведется вперед. Мне кажется, все это касается так называемых инновационных технологий, которые только начинают двигаться. Мы прошли уже этот этап. Технология готова к полномасштабному внедрению. Я думаю, в ближайшее время мы все больше и больше увидим применение технологии. Особенность, что касается кроссиндустриального применения различных индустрий, различных секторов. Это очень интересно. У нас ждет очень интересное время. Спасибо. Спасибо большое, Константин. Коллеги, осталось буквально пару минут. Может быть, последний комментарий? Я могу продолжить тему про технологии и, на самом деле, рассказать про новые сценарии, новые бизнес-модели, которые мы видим на рынке, как результат того, что многие компании начинают искать новые бизнес-модели в взаимодействии с друг другом. То есть, если у нас получается, что есть некая единая экосистема и разные компании, которые взаимодействуют с друг другом, есть возможность объединить те данные, которыми они оперируют для того, чтобы, к примеру, обучить какую-то модель машинного обучения, чтобы она была еще более точная. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, когда, с одной стороны, есть организации, у которых много данных или просто есть данные. Есть те компании, которые могут работать с алгоритмами машинного обучения. Они нужны друг другу. И, соответственно, блокчейн в данном случае может быть объединяющим звеном. Но не только блокчейн, но и новая технология, которую применяют сейчас все больше и больше, Confidential Compute, разработанная на базе Интеля, технология из GX. Это такой черный ящичек, куда попадают данные. Данные обрабатываются. Соответственно, ни у кого нет доступа к информации, вернее, к тому, что происходит внутри, что позволяет, опять же, децентрализованно, тем же смарт-контрактом, собрать или вызвать на прием данные из разных организаций, все это положить в этот черный ящик, в этот анклав, обработать внутри, запустить машинное обучение и результат, соответственно, что-то с ним сделать. Либо как-то коммерциализировать его, либо пустить какие-то исследования и так далее. Таким образом, мы отбиваемся того, что данные не скомпрометированы, конфиденциальность остается, и самое главное, интеллектуальная собственность также остается защищенной. Вот сценарий, который, я вижу, все больше и больше развивается, и говоря по России, в России есть компания Grigion, которая реализовала данное решение, где объединили ритейл-компании, собирают эту информацию, обрабатывают ее в этом безопасном, конфиденциальном образом, и результат дают маркетологам, которые могут построить ту или иную компанию, и на базе тип данных, которые они получили, построить компанию в Facebook или на других медиаплощадках. Спасибо, спасибо большое, Константин. С нами был Константин Гольдштейн, ведущий эксперт по стратегическим технологиям Microsoft в России, также Денис Ефремов, инвестиционный директор DaVinci Capital, и Сергей Шахметов, директор по развитию Сбербанка Blockchain Lab. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.